А мы вынуждены добираться к рамешной тьме. Дети ходят. Сегодня хорошо морозно, но нету ветра. А когда буран, то дороги не видно вообще. Вот так буквально на ощупь юные жители поселка Новомихайловка добираются в школу и обратно. И так уже много лет жалуются люди на просьбы властей провести наконец освещение. Ответ один. Обращайтесь в суд. Администрация выставляет наших жителей подавать в суды, чтобы по решению суда ставили на очередь и проводили свет на улице. Исполнять решение суда администрация тоже не торопится. Семь лет назад по программе развития сельских поселений в качестве эксперимента и проверки работоспособности проекта провели освещение на двух улицах – центральной и школьной. На этом электрификация городского поселка завершилась. Ни одного фонаря по улице Нагорной. Только единственный частный дом, где человек освещает себе двор. Однако Новомихайловка – не единственный плохо освещенный участок в Барнауле. Так, в потемках, в черте города приходится добираться от остановки до школы и обратно. Одной из таких точек служит улица Чернышевского. И только Луна – единственный спутник пешехода. По словам ответственных сотрудников мэрии Барнаула, полностью освещена только половина городских дорог. Но постепенно светлых улиц становится больше. Для этого вот уже пять лет подряд выделяют средства по муниципальной программе, которая завершится к 2025 году. В этом году в Барнауле, к примеру, проложили порядка шести километров электросетей на 9 миллионов рублей. Список улиц, где тьма должна рассеяться, в следующем году обещает включить и Новомихайловку. В 2021 году запланированы работы по разработке проектно-сметной документации строительству ЛНО по улице Алмазная от дома номер 10 до улицы Бирюзовой. Участка автомобильной дороги от дома номер 12 по улице Изумрудной до дома номер 10 по улице Алмазной. В 2022 году по улице Молодежной от дома номер 34 до Павловского тракта. В общей сложности нужно 18,5 миллионов рублей, чтобы осветить основные улицы поселка. Деньги нужны на 8,5 километров линии наземного освещения, которые еще нужно подключить. В ноябре жители уже жаловались, что в поселке поставили фонари, но подключи, к сожалению, забыли. Остается надеяться, что в следующем году эти фонари все-таки заработают, а включение поселка в санитарно-охранную зону аэропорта не помешает строительству электросетей. И дети в 21 веке смогут безопасно ходить в школу. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.